Друзья, мы не удержались и решили воспользоваться шансом. Сегодня у нас в гостях снова Стас Пьеха и соавтор, гитарист коллектива Алексей Пола. Здравствуйте! Здравствуйте! У меня сразу такой вопрос. Есть одна ассоциация, потом расскажу от себя. И вот, собственно, хотелось бы, Стас, узнать у вас. Если живешь в музыкальной семье, полностью в творчестве, то можно как-то от сцены сбежать? Или она вот все равно тебя настигнет, рано или поздно? Ну, такая история, что где-то около сцены ты так или иначе все равно будешь пребывать, потому что это органично для тебя будет нахождение. Особенно учитывая мое детство. Допустим, сестра у меня, она не гастролировала в детстве. Она занималась на пианино с отчимом. И, в общем-то, могла бы стать пианисткой, но вот как-то, видать, передавили. А может быть, как бы, так сказать, другие были рвения, хотя была успешной пианистой. Я пианистом был не очень успешным, честно признаюсь. Полтора часа это был мой максимум, который я высиживал. Но я, по-моему, трех лет и до школы практически все это время проездил по СССР, по бывшему, с коллективом. Огромный живой коллектив тогда ездил. Ансамбль «Дружба» уже такие, ну, переживки ансамбля. Да, 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 да. Да, там и трубачи, там, и, значит, хор огромный, там, и все вот это вот, аппаратуру возили мужики. Но это тут же выступление, я так понимаю, с бабушкой? Это иди-то, я не выступал с бабушкой, три года, четыре было. Какое там выступление есть? Просто мне негде было оставить, и я тусил с музыкантами. А, вот-вот. Мы в домино резали, там, в карты, кильку, в томатину. Самое интересное происходит за кулисами. Я облазил все подвалы, оркестровые ямы, чердаки всех, ДК, там, вот, милицию вызывали несколько раз. То есть бурная молодость такая прям была. Кирпичами кидался с крыши, там, в концерты. Однажды остановили концерт, иди тут, сказали, стоп, ваш внук говорит, с крыши кидается кирпичами в прохожих. Вот, пришлось остановить концерт, объяснить, как бы, мне и окружающим, что все нормально, и это больше не повторится. Применить некие санкции ко мне, как бы, и продолжить творческие излияния. Слушай, ну, а бабушка строгая была? Вот, 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 воспитание тогда, вот, в том... Слушай, у нас, у артистов, воспитание, как такового, ни у кого нет. Вот, а оно, как бы, благодаря общению с людьми, да, возникает. Вот, благодаря, там... То есть, здесь у бабушки немножко взял, здесь немножко у музыканта... Нам дают то, что получили сами. Что мы получили, что получила моя мама. Как бы, у нее всегда мама была на гастролях. Папа был на гастролях. Что получила моя бабушка в военные времена, живя там, как бы, вот, в этой деревне польской, шахтерской. Когда ее папа умер очень рано, и брат тоже. Ну, короче, мы все получили очень мало, поэтому мы ему, как бы, мало и отдаем. Вот, но при этом мы искренне отдаем то, что мы имеем, как бы, да, поэтому там судить кого-то нельзя. Вот, у нас как-то, ну, в семье нет такого, что кто-то кого-то... У нас любовь такая настоящая, как бы, семейная, но просто мы не умеем все этого делать нормально. Как бы, как в хороших, правильных семьях, да, мы такие, в общем-то. А, скажи, первое выступление твое на сцене, официальное такое, ну, так скажем, полноценное, полностью твой выход. Помнишь его или это вот одно за одним смывается со временем? Я не знаю, в каком амплуа, я сначала пел в хоре, в церковном. Ну, это не церковный хор, это хор, а при капелле питерской. Вот, мы ездили в Германию, в Швейцарию, записывали, я помню, с компанией Philips диски, значит, вот этих вот литургий Чеснокова и так далее, там, какой-то, значит, церковной музыки, вот, Брамса, и достаточно успешно записывали все это. Вот, это вот мои первые музыкальные, как бы, певческие были потуги. Потом через какое-то время ресторан у меня возник, вот, где я пел, там, от шансона до, там, блюза, да. Ну, то есть, это вот выступление, как штатный, условно, артист. Ну, пришел чувак на работу, в ресторан, в кабак, получил 800 рублей. Там, да, заказали песен каких-то еще. Там, братан, для пятого столика, Белый Лебедь, там, окей, пошли, да, пошла натяжка, там, еще раз Белый Лебедь, еще сто. Вот, ну, короче, такая вот была телега. Потом я работал параллельно в экспо-центре, у нас был свой коллектив, своя студия, некий кавер-бенд был там. Потом я работал, значит, с украинской фанковой группой, вот, какое-то время писал в песке. Сколько много всего этого жанра. Да, такие рок-клубы были, чуть-чуть, как бы, да, но недолгий период был. Потом я работал в ансамбле Пелагея, это был 2002-2003 год, вот. А в какой момент, так, я сейчас потерялся за всем этим, в какой момент возникла «Фабрика звезд», как она? Самое начало 2004 года, самое начало. Сам решил, увидел, кастинг пошел, или... Я просто, вот, уперся уже в то, что у меня, как бы, ну, вот, хочется развития, а развития нет. Хочется свою, там, музыку делать. А, как бы, столько своего уже всего сделал, все в стол. Вот, я понял, что без некой популяризации, ну, ничего не выйдет. Тогда «Фабрика звезд», наверное, был самый громкий проект. Я решил, что, наверное, пойду туда, раз такая, раз надо, как бы. Вот, ну, и пошел, и каким-то чудом, вот, абсолютно точно, что без протекции и без звонков, ибо, как бы, бабушка моя ни с кем не дружит и денег особо не имеет, да, потому что она в советские времена работала и получала копейки. Вот, поэтому, там, все вот эти вот истории, что заплатила, попросила... Это байки, они всегда есть. Ну, да, я просто хочу сказать, что они абсурдны от того, что, как бы, люди не понимают, что человек работал в советские времена на Лен-концерт, получал, там, 10 рублей. Ну, это штатный артист филармонии у своего, те же самые деньги. Это совершенно не та история, вот, и плюс какие-то там дружбы, ну, да, она там, возможно, дружит со своим ровесниками где-то, но она не, как бы, не в коннекте с современным шоу-бизнесом, она вообще отрицает ее существование, она считает, что это неправильно, что не может быть шоу-бизнес, что звезды на фабрике не делают, и так далее, и так далее. Вот, поэтому я пошел туда, она узнала о том, что я пошел, когда она включила телевизор, и вдруг услышала, как бы, фамилию. А, 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 свою, что, свою, ревелась, да. Я сейчас смотря к телевизору, а там я. Вот, и она так вот научилась пользоваться телефоном и голосовать, отправлять смс. Я думал звонить и ругаться по-другому. Ну, короче, это вот нужда была такая. Ну, у меня на самом деле, вот, я не знаю, официально, не официально. Я упал случайно в эстрадный жанр, который я больше всего не любил, и не люблю, так сказать. Ну, вот, как-то так оно получается. У меня интересный когнитивный ресторан. У меня вопрос такой, тройка победителей, правильно? Да, я третий. Собственно, приз, это продюсирование альбома, съемки клипа и мотороллер, да? Мотороллер, да. Часто ли Стас рассказывает какие-то истории, вот, из своего детства, не детства, вот, того момента карьеры до того момента знакомства с вами? Часто. Часто? В общем, много веселых историй. Вот, твое первое впечатление, вот, когда познакомились, думал, не думал, что будешь выступать, играть в коллективе? Ну, когда познакомились, уже, наверное, думал, что я выступаю. А, то есть, тебе целенаправлено, тебя нашли и все позвали? Ну, естественно. Я уже был гитаристом, это уже когда познакомились, вот. А веселых историй очень много. Очень много. Очень много, да. Ну, я так понимаю, за время гастролей, за пять лет тоже их еще более огромное количество, на самом деле. Тоже очень много. Не все можно рассказать. Или нужно, нужно у нас утренние передачи детей. Пусть дети будет хорошие. Вспомнить ей, что о детям... Да, о детям у нас не все, у нас дети смотрят утром, поэтому мы не будем сильно рассказывать. Хотелось бы узнать на самом деле... У нас у Алексея, кстати, была поклонницей из Германии. Вот это моя любимая история. Которая очень его любила. Но потом Алексей ей не ответил взаимностью, да. Алексей, почему? И она звонила, как она говорит? Я не могу всем отвечать взаимностью. А, то есть огромное количество... Я не буду говорить, как она говорит. Леша! Леша! Она, в общем, она угрожала Алексею, да. Слушайте, ну а много вот безумных фанаток встречается там в городах, там... Не только в городах у нас, в России, за рубежом, где-то там, в Белоруссии то же самое. Ну, есть. То, что я про Белоруссию ничего такого. Я слышал историю... На самом деле, я вот пересматривал интервью, слышал историю про Розу, про какую-то, которая прилетела по лицу вам, насколько я помню. Было такое, да? Да, у меня хлестнуло по лицу Розой мадам. Но она предварительно уже что-то подобное исполняла и сказала, а где я ночевать-то буду? Я, говорит, приехал на вокзал, как бы вот, купил и билет в один конец, ты мне обещал. И что? Я говорю, езжай на вокзал ночью. И там, ну, как бы, она предварительно мне ударила Розой по лицу, да. Ну, вот. Но она вот много раз какие-то исполняла подобные, так сказать, перформансы были у нее, да. И я поэтому спокойно к этому отнесся. Ну, много людей, которые, как бы, состоят со мной в постоянном диалоге. То есть пишут мне какие-то письма там. Отвечаешь? Ну, нет, ну, там нельзя отвечать. Это как вот бензина подлить. Ну, то есть это вот, ты имеешь в виду как раз вот диалоги такие. То есть это лучше, как бы, не трогать эти угли. Если их раздувать, то там может беда произойти из головы. А есть наоборот, вот, кстати, бывает ли вообще в жизни, что вот звезды дружат со своими фанатами? Вообще у нас как раз опять Беларусь, я не знаю, почему про Беларусь сегодня речь, я просто очень люблю Россию, Украину и Беларусь. У меня как бы вот три маршрута основных было, которые я больше всего люблю. Там понятно, что мы в Германию ездим и в Прибалтику, но туда реже просто. Вот, а в Беларуси есть замечательная совершенно девушка там, которая пишет какие-то очень ясные здравомыслящие посты про музыку, про философию, про жизнь. Вот, мы с ней переписываемся иногда, я там делюсь какими-то своими историями, она своими. Вот, Александра Дамашевич, кстати, ее зовут. Вот, вот, я считаю, что... Мало кто может похвастаться перепиской с Санкт-Пьехой. Да, но это в том плане, что как бы я что-то получаю там для своего мозга оттуда, да, там, для души. Вот, и есть такие люди там и на Украине, вот Ксения Пламер у нас там. Ну, как бы это не то, что поклонники, это просто люди, которые каким-то образом там читают мои соцсети, там, наблюдают за творчеством. Вот, люди, которые на одной волне. Есть много людей, с которыми, как бы, приятно общаться и обсуждать. Просто маленький процент, как бы, ку-ку-ля-ля присутствует всегда. Ну, это нормально. Слушайте, но мне интересно, если бы не... Ну, сейчас! Если бы не история с эстрадным исполнением, со сценой, кем бы был? Ну, вот, я сейчас нарисовал, как бы, себе новую концепцию, да. Вот, у нас открылась наркологическая клиника, вот, ПИС-клиник. Вот, и я так понимаю, что это начало, что мы продолжаем. У нас фонд открывается социальный, как бы, и мне очень нравится эта история, вот, потому что болезнь зависимости, это, в общем-то, болезнь всех, кто прошел воровые 90-е, вот, и как-то вышел оттуда, да. И на сегодняшний день, как бы, я, пройдя эти 90-е, побывав, как бы, во всех этих историях, выйдя оттуда, вот, имею некий опыт выздоровления, там, да. Я бы не сказал, что это психология, вот, скорее, духовный какой-то опыт, которым я могу делиться. Я приезжаю иногда в города и перед концертом в реабилитации иногда в больницы заезжаю, вот. То есть, какие-то социальные вещи? Ну, да, как бы, поделиться опытом, надеждой, выздоровлением, вот, тем, как я живу на сегодняшний день, тем, как я проживал какие-то моменты в своей жизни. Ну, на самом деле, самое интересное, это как раз узнать вот закулисные какие-то вещи. Я видел на одном из концертов в Инстаграме видео, когда, частично, не частично, не знаю, исполнялась композиция группы The Prodigy, Out of Space, или мне это показалось? Почему не считаешь, что это Prodigy? А что это? Ну, это не Prodigy, да. Да, это вот, а в их исполнении она обрела такую популярность некую. Да, это же Bob Marley. Да, 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 да. Так, все, да. Ну же, но часто пользуешься такими приемами? Ну, вчера, о чем мы вчера играли, Леха? Какую? Балладу. Балладу. Балладу, как называется? Я не помню, как она называется. Длинная очень. Команда Stained, есть такая, Анна Леуис, да, это вот Лимбискит, там, вот, Stained. Команда, и песня называется Something to Remind You. Что-то, оставить что-то, напоминание о себе какое-то, да. Как реагируют зрители? Кстати, что мы чаще всего играем на саундчеке? Самые популярные наши песни? Мы играем Fashion Gold, нет, не Fashion Gold. Нет, не, 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 Radio Head. Radio Karmapolis, это самый частый. Дюран-дюран. Дюран-дюранда. Это то, на чем я распеваюсь обычно. Radio Head, Duran-Durand, Coldplay. Да, там, какие-то такие истории. Но это вот как раз из любимого, я так понимаю, то, что в уши, собственно говоря. Ну, это то, что как бы и нам нравится, и остальные музыканты могут сыграть, потому что на слуху, да. Есть какие-то более там личные композиции, но мы еще их пока не разобрали, не было времени. Такой вопрос. С появлением интернета все как бы с одной стороны стало проще, а с другой стороны, ну, как мне кажется, стало сложнее. Вот как ты считаешь, что творчество и интернет это совместимые вещи, помогает ли оно или наоборот мешает? Я считаю, что бесполезно как бы сейчас об этом говорить, потому что интернет сейчас это все. Да, и интернет, творчество без интернета сейчас лишено вообще какой-либо популяризации и смысла. Ну, или есть только для себя там на свадьбе спеть, да. Вот, интернет сейчас решает как бы и, ну, реально ведь телевизионная история, она как бы не всегда честная. Потому что есть определенные моменты, там, какие-то, так сказать, я не хочу сказать коррупция ни в коем случае, но есть фавориты, там, есть кто-то там, жена, муж, там, приближенный, важный человек, неважный. Вот, в интернете же как бы главный там аспект, вот, это некая как бы яркая личность, талант, да, там, какая-то новая идея. То есть человек впрыскивает, там, бах, и вдруг резко становится популярным, там, через несколько дней набирает миллионы просмотров, и через год он уже в телеке, да, вот, и не потому, что его кто-то там пролоббировал, вот, так говоря, потому что он реально выложил какую-то там фигню свою. Ну, вот в том-то и дело, не становится, не превращается ли тогда вот это вот смесь профессионализма и фигни, вот, как-то, ну, как-то, ну, как-то, ну, как бы, на сегодняшний день шоу-бизнес, это не, это не культурная платформа, а это развлекательная история абсолютно, как бы, вот, и никто не пытается, там, насаждать, какую-то культуру, там, или что-то новое в плане глубокое. Люди просто, как бы, играют в некую игру, в развлекательную, и вот, как бы, кто чем удивит. Но это, в отличие от, там, прошлых лет, живет очень, ну, это очень короткий срок имени, потому что огромный объем информации, гигабайтов чего-то нового, миллион музык, там, разных... А все это же выходит постоянно, то есть крипы раз через раз, там... И в силу того, что это, как бы, все вот в сети, ты заряд в телефон, все это получил, это живет в твоей голове ровно пять минут, как бы, и дальше уже приходит следующая история. Вот, и поэтому сейчас, как бы, ну, это как жвачка такая все, то есть это вот одно, второе, третье. Что было популярно три года назад, уже за тем количеством того, что было за эти три года, уже и не вспомнишь, да. Поэтому мы, как бы, особо не стремимся, да, там, ну, вот, бомбить интернет сильно, вот. Вот, а у меня есть некое желание реализовывать на сегодняшний день себя, вот, говорить то, что в моей голове, там, сформировалось, там, какой-то свой опыт и в музыке, да, и в текстах. Я тексты пишу по большей части, вот, и стихи пишу. Ну, это вот как раз два сборника, да, стихов, которые вышли? Да, на третий уже выходим. Уже третий. Выходим на третий. А-а. Выходим, да. Вот, и мне хочется, как бы, рассказывать об этом, вот, и, возможно, какая-то из этих композиций, может быть, аллегории, может быть, глубина. Вот, мы сейчас работаем, Леха, соло бьется над песней «Глубина». Вот, это, кстати, наш друг написал песню, шикарную, на мой взгляд, песню. Но что-то из этого, может быть, будет жить долго, да, вот. И, может быть, этот вспомнишь, скажу, что, вот, 20 лет назад была глубина. Ну, а одно дело, когда ты делаешь свое творчество, когда стихи, музыка, все, вот, вот, из тебя, а другое дело, когда ты нашел, услышал, вот, как ведутся поиски, или это все само тоже приходит? Кто-то пишет, я написал, написал песню, спой, пожалуйста, потому что тебе понравится. Я вот не понимаю. Происходит? Как это? Создание? Создание. Ну, вот, здание. Или вообще, как появляется трек? Это же какие-то, ну, совершенно разные пути. Абсолютно может быть разные пути, да. Может состоять, там, от красивых двух нот, и какие-то мысли приходят, может, какой-то строчки или фразы. Можно что-то услышать. Тут определенной схемы вообще. То есть, он все это в итоге упаковывается в какой-то там виде демо, записывается куплет-припев, там, придумывается. Смотрится, а уже упаковывается при помощи аранжировщиков, либо совместно с аранжировщиками. То есть, на систему. А бывает, что, там, мне на почту присылают достаточно много, кстати, ну, паршивой музыки, если быть честным. Вот. Ну, а если не лениться и слушать, как бы, ну, понятно, что если совсем лажу, то откидываем. Раз. И вот так, как-то мне пришла песня, такая. Пу, зима будет снежной, а лето жарким. Я такой, думаю, так. Вспина песня. You won't know, but now love me everything. Роберт Пал, да. А, да, да. А потом вспоминаю еще одну песню, совмещая все это в своей голове, и понимаю, что, собственно, эта песня должна звучать так. И теперь эта песня наша, вот эта. Пу, зима будет снежной. Вот. И еще соло, как бы, меня из другой стилистики пришло в голову домой. Мне кажется, мы сейчас просто раззадорим наших зрителей. По-моему, от писем он потом будет не отделаться просто. Друзья, напоминаю, что буквально вчера в Новосибирске прошел концерт Стаса Пьехи. Сегодня он у нас в гостях. Вместе с автором и гитаристом коллектива Алексеем Пово. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Надеюсь, что мы к вам еще не раз приедем.